здравствуйте дорогие друзья и снова мы союзе художников санкт-петербурга на большой морской улице здесь проходит выставка крафт базар и мишки тэдди можно увидеть замечательные работы по текстилью керамики показы мод услышать лекции посмотреть мастер-классы участвовать в них подробную информацию ищите в группе вконтакте постараюсь и или в комментарии или под видео оставить ну а сделаю просто краткий небольшой обзор что удалось увидеть вот эта выставка на балконе проходит вот в данном случае проходит на мастер-класс изготовления мишек тэдди я думаю что чем-то заняться можно сейчас любом возрасте просто стоит найти своего мастера своего учителя и все вам будет под силу а вот эти замечательные работы опять же выполнены золотыми ручками наших текстильных мастерец это очень современно украсит любой интерьер так выглядит большой зал союза художников проходит и фото выставка вообще история мишек тэдди она очень любопытно вообще как появились эти игрушки многих они на самом деле были отдельном видел я сделала небольшую экскурсию которую проводили специально по выставкам мишки тэдди а это например другая техника тоже текстильная вот такими мазочками создается великолепные работы которые издалека смотрятся мазочками неправильно я сказала кажется что мазочками а на самом деле это текстиль и это ниточки не стежками вот так вот такие работы создаются вот собственно и автор разных форматов это все конечно уникальные вещи а а вот коллекции интересных расписных сундуков которые точно также могут украсить ваш интерьер тут же и керамика роспись орнаменты различных народов а это интересная такая винтажная коллекция которая, возможно, у кого-то осталась еще в шкафах от бабушек, мам, советский период, свои какие-то орнаменты, свой крой платья, сейчас снова это модно. А это мы уже с моей приятельницей Ладой примеряем интересные украшения из войлока. Эти украшения делает Лада. Она сотрудничает с другой художницей по войлоку, Людмилой Корж, которая делает и жакеты, и различные палантины, шалит. То есть у нее из войлока целая огромная коллекция. Ну а Лада, поскольку она увлекается украшениями, но раньше она работала больше с камнями, а сейчас вот у нее такой интересный волочный период. И какие-то украшения вот так мы смотрим, как они выглядят. Они выглядят весьма необычно, они легкие, теплые. Если хотите быть оригинальным, то пожалуйста. А вот Людмила Корж, вот на фоне своих великолепных вещей. У меня довольно много ее вещей, я с удовольствием ношу. Всегда слышу только комплименты. Поэтому если хотите примерить, а возможно купить, то поторопитесь. Тут на любой фасон и шапочки, и перчатки, и тапочки, и много-много всего интересного. Это не просто какие-то массовые вещи, а это вещи, которые сделаны руками художников, в которых вы будете неповторимы. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь. Вот такой образ создала Лада. Мне кажется, что очень красиво, очень современно, смело. Поэтому стоит только захотеть. На самом деле у Людмила Корж, очень много различных шляп, которые можно просто, и вот, вы видите, очень интересные фасоны, и тапочки, и перчатки. Хоть уже, конечно, не страшные морозы, но что-то купить, наверное, на весну, поскольку погода в Питере весьма и весьма такая щекотливая, очень даже можно. Как вы видите, шапочки очень смелые, яркие, и просто добавят красок в вашу жизнь. Ну, а вот такие украшения мы все продолжаем мерить, поскольку, ну, действительно, столько всего красивого, что просто глаза разбегаются. И Ладе все это очень идет. Ладе очень идет, Вот, поэтому приходите и попробуйте это все примерить на себя. А вот такие яркие шапочки. Это все натуральная шерсть. Это все натуральная, вяленая, валеная, валеная шерсть. Вот, опять же, Лада позирует на фоне всевозможных цветных, таких красивых шарфов, палантинов. А это уже начался показ мод. Ну, что у нас моды? Это модели, да, то есть модели, различные художники работают в различной стилистике. Много работ экспериментальных, именно художественных. Это не масс-маркет, это не какие-то громкие бренды, но это очень интересные работы, которые заслуживают внимания, которые тут же можно тут же на выставке купить. Что-то может быть уже даже и куплено. К сожалению, не смогу назвать всех имен, поскольку подробно заснять у меня не получилось. Но я думаю, что если вы придете на выставку, что-то вы еще сможете увидеть. Вот такие необычные современные молодежные наряды, мне кажется, очень интересные. Ну, вот этот показ мне очень понравился. А это уже наряды на лето, которое близко, можно сказать, уже такие весенние-летние коллекции различных сарафанов. Есть художницы, которые сами занимаются крашенем ткани, у них есть свои уникальные технологии, поэтому многие вещи действительно достаточно интересны. А эта коллекция называется Лесоповал. То есть тут очень много смыслов, я бы так сказала. Это не просто мода, но это и ручное качество, и определенные моменты истории России. Я так думаю, целая такая экспозиционная есть территория у этой коллекции, где автор подробно написала свои ассоциации, которые она делала с этой одеждой. Я думаю, что это такая художническая история, где и история страны переплетается, и какие-то, возможно, там, семейные истории или что-то. Мне понравился сам подход такой, да, то есть когда у этой... вообще у подхода к моде много слоёв и много смыслов, и тем не менее она выглядит и современно, но где-то и такие очень глубинные истории, да, мы видим. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мини-спектакль буквально поставил модельер, а это уже показ украшений. Возможно, я сняла не лучшим способом, поскольку украшения, конечно, лучше снимать ближе, но это именно, как я понимаю, одежда чёрная, чтобы она служила фоном, а пока забыли вот именно броши и прочие такие вещи. А это уже коллекция моделей Виктории Васильевой, тоже очень интересный художник, которая сама не только придумывает крой или кало, но и занимается крошением ткани. с натуральными листьями. Вот вы можете у некоторых моделей это разглядеть. Тут есть, опять же, и народные традиции, и современности. Мне понравился показ, что в каждой даме придуман свой оригинальный образ дамы разных возрастов, и насколько это интересно и элегантно может выглядеть. Вот. На выставке проходят лекции. В данном случае это Андрей Боровский, из Москвы читает историю костюма венецианского маски, и так далее, и так далее. Посмотрите, внимание, расписание этих лекций, и очень советую вам сходить. И ещё несколько будет видео с показа в конце. Напоминаю, что 4-5 марта ещё проходит выставка, поэтому поторопитесь, поторопитесь, и я думаю, что вы получите много положительных эмоций, а может быть, что-то себе даже и купите. С вами была Светлана Романова. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!